Всем привет, мои хорошие! С вами я, Светлана Ата. Те, кто не знаком со мной, давайте познакомимся. А мои постоянные зрители, подписчики, хочу выразить вам большую благодарность за ваши просмотры и комментарии. Сегодня очередной день. Мы сидим на карантине. И с Божьей помощью скоро, мне кажется, он подойдет к концу. Я нахожусь сейчас в Мерсине, кто не знает. Погода сегодня теплая, облачная. Так вот, друзья мои, пока Ашкэм спит, моего Ашкэма завтра день рождения. Пока он спит, я хочу ему спечь. Посмотрела вчера, в Ютубе так полазила. Самый простой такой тортик. Я же не могу выйти подарок ему, ничего не могу купить. Ну, я это потом все. У меня есть планы кое-какие. И так вот, я решила спечь ему медовый торт с бананами. Не знаю, как будут они сочетаться, но рецепт очень легкий. Я выбирала самый простой рецепт, и не надо вовнутрь масла. Вы представляете, как классно. В общем, все круто. Сейчас начинаю готовить, пока его нет. А вечером потом хочу, если найду шарики, надуть ему и устроить ему сюрприз-праздник. Пошла я, выпью кофейку, пошла работать. Всем привет. Сынка, можно идти? Сынка, можно. Представляете, забыла вам сказать. Сынка. Сынка. Сынка, баила, 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 баила. Не пойму, что у меня за сыпь такая, действительно. Сегодня перешло сюда, здесь уже проходит. Но, не знаю, что-то, наверное, было в чем-то причина. Может, то, что я вот на ночь ела вместе с Ашкэмом. Не на ночь, а на Эфтар после 8 получалось. Ела, ела. Цел день голодная, так ела. Хотя килограммы не набрала, но, видно, печень не выдержала. И надо ее чистить. То, что выходит, знаете, что я вам хочу сказать, как медик. То, что выходит у вас на лицо, разные высыпания, это крик вашей кожи, крик состояния вашего организма. Особенно действует на печень. Печень говорит, прекрати, закрой рот, не ешь жирного, не ешь с томатом, не ешь, не ешь, не ешь. Алкоголь мы не принимаем с ним очень давно. Так что, думаю, что причина в моем таком смешанном питании, потому что вечером все подряд пихаю. И сладости, и ужин, и чай, и орехи, и финики. Это все мне дало. И ложусь полным желудком. Стараюсь сейчас последние вот эти дни, как меня обсыпало, следить за своим питанием. И впроградо ложиться, как бы мне не хотелось кушать. И очень много жидкости. Ну и думаю, что уже все подходит к отцу. Слава Богу. Я еще раз говорю, спасибо Богу, что я медик по образованию, поэтому помощь себе оказываю сама. Ну что, пошла я печь тортик. Если вдруг он получится у меня, тогда я обязательно сделаю рецепт и опубликую для вас. Мои хорошие, Ашкем проснулся, и знаете что? Он попросил завтрак. Сорвался. Разу он больше не продолжит, потому что ему трудно действительно, очень плохо. И он не спит, и вообще страдает человек. Но сколько дней он? Наверное, 10 дней он продержался. Ну что делает? Пусть Аллах простит его. Так что я сейчас готовлю завтрак. Готовлю завтрак. Жарю, значит, вот такую картошечку. Яйца не стала делать, потому что он попросил мне сегодня на ужин. Менеме. Это такая яичница турецкая. Вот сейчас я внежусь вся в зимах. И готовый мой морщин и сосиски пожарю. Так. Так что вот так вот. Такое бывает. Трудно, трудно, но бывает. Ну что делать? Человек сам выбирает свой путь. Не так ли? Насильность ничего не бывает. Я так, например, считаю. Все, началось. Сейчас у меня приготовлю я маслины. Положу на стол. Картошечка здесь жарится. Так что вот такие новости у меня. Все равно он на кухню не заходит. Не успела я, конечно, ничего спечь, но он не заходит, так что он ничего не поймет. Он вообще не видит в мою кухню. Сам себе режиссер. Ну что, продолжим дальше. Мои хорошие, а это вот мой завтрак. Семена чия, йогурт, яблоко, творог. Буду это кушать. Ашкэму пожарила сосиски с картошкой фри. Покажу вам его довольное лицо. Вот так вот он кушает. Приятного аппетита. Приятного аппетита, Ашкэму, аппетусу. Вот так выглядит этот корж. Поставила я его выпекаться. Будем смотреть дальше. А здесь я приготовила крем. Вы знаете, как он мне понравился? Здесь я использовала, в этом рецепте, только кукурузный крахмал. Нет муки. 50 грамм сливочного масла, 2 яйца, 100 грамм сахара, кажется. Ну, рецепт я потом вам расскажу, если мне понравится. В общем, посмотрите, посмотрим, что получится. Мой корж испекся. Он не подгорел, я думаю. Не дай бог подгорел. Ну, в общем, первый, как говорится, посмотрим, как и что получится. Здесь я решила сделать голубцы из виноградных листьев. Долма называется, сарма. А здесь у меня суп мерджевик по новому рецепту. То есть, новый какой рецепт? Просто я сделала зажарку, а потом положила все ингредиенты. Немножко изменить. Ашкин, гельме! Дурбен, видя чекьёром! Слушайте, короче, вы видите, как хочет, как чувствует, весь день не заходил на кухню, сейчас хотел прийти. Я говорю, как весь день не заходил на кухню, а сейчас как его несёт сюда, несёт. Я на него крикнула. Он говорит, что хочешь, ничего не хочу. Вы представляете, как чувствует? Ой, кошмар, короче говоря. Что у меня творится на кухне вот с одним тортом? Вы видели, какая красота? Сейчас ещё покажу. Но я его по-своему видоизменила. Смотрите, мои хорошие, короче, я вовнутрь положила клубнику и банан. Не знаю, получился, не получился. Сейчас отправлю его в холодильник. Вот такой вот у меня медовик. Наконец-то я села за голубцей, закончила с... С чем я закончила? С этими... С тортом и села за голубцы. Буду сейчас вместе с вами закручивать. Короче, что я хотела вам сказать. Вроде бы сейчас целый день в делах. Как вы сами видите, всё вам докладываю. И прислали мне такое сообщение с Алани, что вроде бы у нас намечается землетрясение. Вы вообще слышали что-нибудь по этому поводу или нет? Я не хочу паникать, паниковать и никогда не паниковала, потому что про этот вирус тоже очень много было сказано. Я уже даже... Ну, мне так стало страшно, что хотела я собирать чемоданы. Куда бежать? Не знаю, Гурашка, давай поедем в Нигды. Прислали карту, что и Версин, и Адана, всех это коснётся. Вот и не знаю, верить или нет. Но почему-то я немножко испугалась, потом взяла себе в руки, аж как меня успокоил. сказали ещё, что будет землетрясение в море, в Средиземном, и волна пойдёт на 500 км радиуса. Вроде бы, это всё идёт с Африки. В общем, вот такие новости. Нас что-то всегда, что-то всегда нас ожидает, что-то новенькое. Вот сегодня решила я побольше так делать, начинку сделала, побольше приготовила, не знаю. Посмотрим. В общем, захотелось что-то голубчиков. Какие получатся, не знаю. Но думаю, что начинка вкусная. Я ещё, знаете, что сегодня? Положила сюда праса. Мы так в Грузии всегда делали. Не знаю, аж кем вам понравится, не понравится. Будет есть, что сейчас делать. Не так ли? В общем, буду заниматься этими голубцами. Хотела, вообще, на завтра их сделать. Эти листья, они у меня уже промытые. Я их так спрятала уже чистые в холодильник. Штугары их разморозила. И вот закручиваю. Ну, по-моему, такие толстенькие, как аж кемой любит. В общем, вот такие дела. Ладно, я продолжу без вас. А то это очень долгий процесс. Очень надо крепкие нервы. Ну, раз в месяц можно позволить себе это. Не так ли? Всё-таки хочется. Я думала, что он вчера на базаре пойдёт купить, что-то такое болгарское. Но из меня он не соображает, что в принципе и планы у меня меняются каждый день. И поэтому он тоже не виноват. Ну, у меня есть виноградные листья. И буду я делать из листьев всё. Ну, давайте покажу вам потом результат, какой будет у меня ужин. Вот так варятся мои голубцы. Представляете, два ряда я их приготовила, положила в тяжесть. А сейчас покажу суп мерчимик. Такой вот у меня сегодня он вкусный вышел, красивый. Устала я. Сколько надо терпения на эти голубцы. Это кошмар. Посмотрите, мои лапули, сколько я сделала долмы. Два ряда. Сейчас мы будем с Ашкомом ужинать. Вот наш сегодняшний ужин. Такие красивые они вышли. Толстенькие, как Мояшка им любит. Мерджимик чорбасы. Мерджимик. Обязательно с йогуртом. И решила сегодня не делать салат, потому что каждый день салат. Вот такой у нас будет ужин. Приятного всем аппетита!